Я всех приветствую вас на своем канале Техноманьяк, и в этом ролике я расскажу тебе, как создать своего собственного Telegram-бота для работы с чат GPT. Это позволит тебе избежать включения и выключения VPN каждый раз, когда ты хочешь воспользоваться сервисом от OpenAI. И в этом ролике я тебе все подробно расскажу. Мы поэтапно пропишем каждую команду и выполним настройку нашего Telegram-бота. А в конце я расскажу тебе, как задеплоить бота на сервер, чтобы иметь к нему доступ постоянно. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к инструкции и рассказу о том, как создавать своего собственного Telegram-бота, я хочу рассказать тебе о конкурсе. Да, я хочу провести конкурс первый раз на своем YouTube-канале и разыграть годовую подписку на хостинг для твоих проектов TimeWeb. Чтобы принять участие, нужно поставить лайк данному ролику, а также спуститься в комментарии и написать, почему именно ты должен победить и для чего тебе нужен хостинг. Для твоего проекта, сайта или может быть какая-то у тебя есть интересная задумка. Пиши свои идеи и я выберу одного счастливчика, которому переведу деньги для того, чтобы он смог оплатить подписку в TimeWeb. Участвуй. Но давайте от слов перейдем к действиям и я наконец расскажу вам о том, как по шагам создать своего Telegram-бота и использовать его для работы с чат GPT. И сразу оговорюсь, что мы будем использовать готовый проект. Это очень классный проект, мы просто его скачаем, настроим под себя и будем использовать. А далее я расскажу о том, как запустить этого бота на сервере, чтобы он у нас постоянно работал и мы постоянно имели доступ к чат GPT через Telegram. Но для начала нам нужно провести небольшие приготовления. И первое, что нужно сделать, это создать учетную запись OpenAI. В России создать учетную запись достаточно проблематично, но о том, как это все-таки сделать, я рассказывал в своем прошлом ролике. Ссылочку на него я оставлю в описании, поэтому переходи, если у тебя нет учетной записи OpenAI, смотри инструкцию и возвращайся к этому ролику. Опять же, это не займет у вас больше 20 минут, это делается достаточно просто. Так что я думаю, что вы справитесь. После того, как вы создали учетную запись OpenAI, нам конкретно потребуется API Key. Также вы можете его посмотреть в настройках вашего профиля, создать конкретно для бота нашего Telegram. После того, как у вас появится API Key, необходимо установить Python на ваш компьютер. Для этого заходим на сайт python.org. Заходим во вкладку Downloads и скачиваем Python для той системы, в которой вы работаете. Mac, Windows или Linux. Каких-то тут инструкций тоже давать не надо, вы просто скачиваете, инсталлируете. После этого Python есть на вашем компьютере. И мы можем переходить к следующему шагу. После того, как мы установили Python на наш компьютер, нам необходимо создать Telegram бота. И для этого мы открываем Telegram и нажимаем в поиске Bot Father. Это такой специализированный бот по работе со всеми ботами в Telegram. Заходим в Bot Father, пишем слэш newbot. И он просит нас дать название нашему боту. Допустим, это будет чат GPT3 by Алексей. Дальше он просит придумать ссылку для нашего бота. Также здесь можем просто повторить это название. Чат GPT3 by Алексей. И главное в конце сделать приписку бот. Вот так. Все, отлично. Наш бот в Telegram создан. И здесь важно запомнить вот этот вот API key. То есть мы нажимаем сюда, видим, что бот создан. Но пока что он еще не работает. Заходим в MyBot. Выбираем нашего бота. Нас интересует API токен. Вот этот токен нам необходим будет для настройки нашего Telegram бота. И далее переходим уже к репозиторию с готовым кодом. Нажимаем код и Download Zip. После этого весь код проекта скачается на наш компьютер. Вам его нужно будет разархивировать и открыть с помощью программы VS Code. Я это уже сделал. И давайте откроем это все через VS Code. После того, как мы открыли VS Code нашего бота, мы идем в файл .env.example. Переименовываем его просто в .env. И здесь видим такие поля, которые нам нужно заполнить. Это OpenAI API key, Telegram bot token и общие настройки по админке. Начнем с них. Для того, чтобы каждый мог пользователь Telegram перейти по ссылке нашего Telegram бота и воспользоваться его возможностями, просто здесь указываем звездочку. Если мы хотим запретить другим людям пользоваться нашим Telegram ботом, то здесь надо прописать ID Telegram тех пользователей, которые будут получать доступ к боту. Здесь мы просто ставим прочерк и сюда вписываем наш бот токен. Для того, чтобы его посмотреть, заходим в Telegram bot faser, нажимаем на нашего бота, нажимаем на API token и просто копируем эту строчку и вставляем вот сюда. Сюда вставляем API key, который мы получили при регистрации в сервисе OpenAI. Посмотреть его можно просто в вашем профиле. Называются они API keys. Мы там просто генерируем новый ключ и вставляем сюда. По понятным причинам вам я его не покажу. После чего мы просто сохраняем файл и закрываем. После выполненной первоначальной настройки открываем терминал. Для этого переходим во вкладку терминал, создать терминал. И нам поочередно нужно прописать следующие команды. Данные команды я выписал в отдельный текстовый файл и размещу этот файл у себя в Telegram канале. И ссылочку дам к описанию данному ролику, поэтому переходите и просто копируйте данные команды в ваш терминал. Единственный момент, вам нужно проверять, в зависимости от того, как вы установили Python, может быть различаться его написание. Либо Python, либо Python 3. Но просто проверьте и посмотрите. И первой командой мы установим и обновим вообще PIP, такая подпрограмма для установки приложений. Все. У нас обновление команды PIP выполнено. И переходим к следующей команде. Далее мы установим в библиотеку Telegram. Также копируем эту команду и вставляем сюда. Какое-то время потребуется, чтобы все скачалось и установилось, но давайте немножко подождем. После того, как установка была выполнена, переходим опять в наш текстовый файл и устанавливаем в библиотеку OpenAI. Нажимаем Enter. Опять же происходит скачка все в автоматическом режиме. И так же идет установка. После того, как все было установлено, устанавливаем аудиобиблиотеку, так как у нашего бота есть возможность работать с аудиосообщениями. Нажимаем Enter. Все. Successful. Установка выполнена. Дальше мы можем перейти к тому, уже непосредственно именно к запуску нашего Telegram-бота. Для этого пишем вот эту команду. Это запуск виртуального окружения. Нажимаем Enter. Ждем какое-то время. И дальше. Непосредственно активируем. И устанавливаем все параметры. Из данного файла будут установлены все необходимые версии для работы нашей программы. Просто ждем, когда закончится установка. После того, как установка выполнена, мы можем запустить посредственно с самого Telegram-бота. И все. Бот запущен. Давайте проверим его работоспособность и перейдем в Telegram. Давайте проверим, что все работает. И запустим бота. Нажимаем запустить. И пишем. Привет. Видно, что бот нам пытается что-то ответить. Да, он пишет. Привет, чем я могу тебе помочь? Все. Таким образом мы получили доступ к чат GPT. И давай напишем ему что-нибудь типа. Напиши программу. Привет, мир. На питон. И вот он пишет нам ответ. Все. Мы добились того, что настроили нашего Telegram-бота. И следующий шаг это запустить его на сервере. И после того, как мы добились работоспособности нашего Telegram-бота локально, давайте я расскажу вам, как задеплоить бота на сервер и всегда иметь к нему доступ. Потому что сейчас мы запускаем бот на нашей локальной машине. Если мы ее выключаем, у нас бот перестает работать. Для того, чтобы он работал 24 на 7, нам нужен сервер. И нужно задеплоить бота именно на сервер. Что нам для этого потребуется? Отнимет это у вас буквально минут 5. Потребуется хостинг для проектов. А также пару новых команд, о которых я расскажу в этой части ролика. Как и ранее, я буду рассказывать и показывать все на примере хостинга TimeWebCloud. Он меня полностью устраивает. У меня там достаточно много проектов сейчас хостится. Это сайт, это мой VPN, это в том числе чат GPTBot. Они очень классные ребята, меня полностью устраивают. Поэтому на их примере я расскажу вам, как будем действовать. После того, как зарегистрироваться в TimeWebCloud, нажимаем кнопочку создать. Помощный сервер. Выбираем Ubuntu. Выбираем ближайший сервер. Как в моем случае Новосибирск. Выбираем минимальную любую конфигурацию. Отключаем бэкапы. Прописываем наш SSH ключ для быстрого доступа. Он мне тут предзаполнен. Нажимаем Windows. И заказываем наш сервер. Сейчас потребуется какое-то время для создания сервера. Мы подождем, а далее подключимся и пропишем пару команд по настройке. После того, как на сервере у нас установилось все, нам придут все необходимые ключи доступа на электронную почту. И нам останется только по SSH подключиться к нашему серваку и установить все необходимое. Для этого открываем наш терминал. Прописываем SSH. Имя пользователя. Собака. И IP адрес сервера. Нажимаем Enter. Первый раз он нас просит да или нет. Я нажимаю Yes. И все. Мы подключились. Далее я в отдельный файл прописал все необходимые команды, которые нам потребуются. Этот файл также будет прикреплен в Telegram в моем канале. Поэтому ты сможешь перейти и просто их копировать. И давайте по порядку. Первое. Установлен гид для того, чтобы работать с гидом. Нажимаем OK. Гид установлен. Далее. И после того, как мы скачали гид, нам необходимо установить Python на наш сервер. Делается это немножко по-другому. Не так, как мы делали это на наш компьютер. Для этого прописываем следующую команду. Нажимаем Enter. Python скачет. Дальше мы устанавливаем наш менеджер PIP. Устанавливаем. Происходит скачка. Нажимаем Yes. Проходит какое-то время, пока он все это скачает и установит. Давайте подождем. После того, как PIP выполнил свою установку, давайте установим библиотеку для работы с Telegram ботами. Нажимаем следующую команду. Enter. Ждем какое-то время, пока все скачается и установится. Это не отнимет много времени. Далее. Нам необходимо установить Node.js. Именно для того, потому что с этой утилиты идет очень полезная утилита, которая позволит нам запустить нашего Telegram бота и следить за тем, чтобы он не падал и автоматически авто запускался при любом неудобном случае, если что-то произойдет на сервере. Node.js установлен. Давайте установим менеджер пакетов NPM. Именно через NPM мы потом будем скачивать нашу утилитку. Нажимаем Yes. Ждем пару минут, пока все скачается и установится. После того, как установка выполнилась, давайте установим наш модуль, который позволит нам поддерживать работоспособность сервера. Называется он PM2. Установка производится командой npm install.pm2. Ждем, пока все установится. Все. Наш модуль установлен. И далее нам необходимо скачать нашего Telegram бота именно на сервер. Делается эта команда git clone и ссылка на гид хаб репозиторий. Для этого мы заходим в наш гид хаб, нажимаем кнопочку код, HTTPS, копировать. Заходим в терминал и пишем git clone control R. Поехали. Он клонирует репозиторий. После этого мы можем посмотреть, что репозиторий скопирован и находится он в папке чат G5 Telegram bot. После чего мы заходим в эту папку и выполняем все то же самое, что я рассказывал до этого. То есть нам также нужно отредактировать файл .env example, переименовав его в просто .env. И после всего этого нам нужно прописать еще одну команду для старта работы нашего Telegram бота. И команда следующая. И для того, чтобы запустить нашего Telegram бота, мы прописываем следующую команду. Нажимаем Enter и бот будет запущен на сервере и вы сможете иметь к нему всегда доступ и пользоваться. На этом ролик подошел к концу. Таким образом мы настроили нашего Telegram бота для работы с чат GPT, выполнили деплой на сервер и можем теперь каждый день пользоваться чат GPT без VPN. Пользуйтесь. Если ролик был полезным, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои ролики на тему программирования. Мне их достаточно много, тем самым вы поддерживаете мой канал и все больше людей узнают о данном материале. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok